А знаете ли вы о том, что внутри обыкновенного светодиода может находиться самая настоящая ЭВМ? Давайте с помощью микроскопа рассмотрим структуру вот такого, кажущегося обыкновенным, светодиода. У меня есть хороший микроскоп, и поместив под него светодиод, мы сможем рассмотреть всю его внутреннюю структуру. Первое, что мы можем увидеть, это большой черный кристалл. Но блики освещения как раз скользят по его поверхности. Этот черный кристалл имеет золотые проводники. Давайте рассмотрим его немножечко с другой стороны, чтобы убедиться, что да, действительно, это большая глянцевая поверхность, которая хорошо блестит. Но что же в этом кристалле такого особенного? Быть может именно этот черный кристалл и светится всеми цветами радуги. Ведь этот светодиод, который мы сейчас рассматриваем, имеет три цвета свечения. Синий, красный и зеленый. Взглянем через линзочку. И что же мы видим? Мы видим, что на этом черном кристалле кремния располагается довольно сложная структура, которой идут золотые проводники, контакты, которые подают на этот кристалл напряжение и снимают сигнал полезной нагрузки. Это есть не что иное, как микро-ЭВМ, которая состоит из множества транзисторов, множества конденсаторов и кремниевых резисторов. С помощью этой ЭВМ управляются четыре, а точнее три кристаллика, один из которых вы сейчас хорошо видите. Видите, эти кристаллики как раз и дают то самое заветное свечение, благодаря которому мы видим изменяющиеся цвета. Сейчас мы рассматриваем синий кристалл. Этот прозрачный кубик льда, он ведь очень похож на кубик льда, это зеленый кристалл. А если взглянуть чуть дальше, то мы видим черненький кристалл красного светодиода. Да, он самый простой из них. Два прозрачных это синий и зеленый, а черный это красный светодиод. Вот такая сложная структура, казалось бы, обыкновенной маленькой радиодетали.